К длинным ноябрьским праздникам готовятся центры переливания крови. Им важно пополнить свои запасы. Для этого врачи организовали выездной пункт сбора крови в мэрии. О мобильности просят и постоянных доноров, чтобы те, кто регулярно жертвует своим кровным, вновь откликнулись. Кстати, поделиться кровью могут не только люди, но и звери, выяснила Анжела Брик. С донорами в центре забора крови обращаются как с детьми. Врачи следят, чтобы желающие поделиться кровным поели и не нервничали. Сытые и здоровые горожане легко могут отдать пол-литра из пяти имеющихся. Нормально себя чувствуете? Все хорошо? Да. Сейчас минут пять полежите. Это начало длинного пути крови от донора к пациенту. Сперва она находится на многомесячном карантине. Так что сдать ее для экстренных нужд, например, для срочной операции, не получится. Ведь некоторые болезни, растворенные в крови, проявляются лишь через полгода. Только после повторной проверки жидкость разделяют на компоненты. Целиком ее уже давно не переливают. Чтобы запасти необходимое количество, требуются сотни доноров. На прошлой неделе, за неделю мы выдали только эритроцид содержащих компонентов 35 литров. Если перевести это на донора, это где-то получается у нас 160 человек должны сдать кровь. Особенно много работы на станциях накануне праздников. Кровь приходится запасать впрок. На экстренный случай. Врачи обзванивают доноров, которые не сдавались последние два месяца. И даже едут к ним сами. Например, сегодня в пункт забора превратился зал заседания мэрии. Удобно и полезно. Доброе дело. Ну, потому что считают, что сдача крови-то кому-то, наверное, пригодится она когда-то. Помощь оказания. Может, кому-то будет спасена жизнь. Жизни близких спасают не только люди, но и братья меньшие. Кавказская овчарка «Принц» в лечебницу едет по первому зову. Ведь банка крови у животных нет. Иногда мы знаем, что мы сдаем для пекинеса, которого везут, например, из Перми. Или мы сдаем для дворняжки. Как раз пенсионерки, которая плакала и ходила по всему двору и просила всех людей. Но никто не согласился сдать кровь. Поэтому позвонили нам, и мы приехали. Так же, как и у людей, стать донором может далеко не каждый пес или кот. Тут важно здоровье. Никаких инфекций и хронических болезней быть не должно. Так что завсегдатые станции забора крови могут не сомневаться в своем отличном самочувствии. Уже доказано, постоянные доноры болеют реже. Анжела Брик, Андрей Снопиков, Новости 41 канала.